Ребят, всем привет! Меня зовут Екатерина Насырова, и я профессиональный фотограф и ретушер. Сегодняшнее видео будет на тему ретуши. Дело в том, что когда мы начинаем заниматься какой-то новой профессией, то мы сразу же со всех сторон получаем огромное количество информации, и я думаю, что для правильного ее усвоения и последовательного нужно, чтобы эти данные были систематизированы, и вы хорошо видели, в каких направлениях вам расти и развиваться. Поэтому сегодня я поделюсь пятью пунктами, чтобы вы понимали, с чего начать работу ретушера, и какие знания и умения в первую очередь вам понадобятся. И первый пункт – это общий уровень владения компьютером. Для успешного и комфортного обучения нужно, чтобы вы уже умели работать и имели представление об основных программах и функциях компьютера. То есть какая-то повседневная работа с компьютером должна быть для вас уже привычной и интуитивной. И для работы ретушером вам понадобятся две программы – это Lightroom и Photoshop. А теперь давайте перейдем ко второму пункту, а именно к работе в Lightroom. Работа в Lightroom – это важный этап, который понадобится в первую очередь начинающим фотографам, желающим комфортно работать со своими съемками. Lightroom позволяет сделать удобную каталогизацию всех съемок, навигацию по ним. Также в Lightroom удобно сортировать фотографии, фильтровать, отбирать серии для будущих публикаций. А также здесь комфортнее всего делать цветокоррекцию. Ну и еще один момент. Через Lightroom комфортнее всего будет делать уменьшенные превьюшки фотографий, которые вы в дальнейшем отправите вашему клиенту. Я выделила 8 пунктов, которые следует изучить в программе Lightroom. Первое – это расположение всех нужных разделов. Это разделы импорта и экспорта фотографий, а также модули библиотеки и обработки фотографий. Вторым этапом следует изучить все функции тех разделов, о которых я сказала ранее. Далее – процесс загрузки фото в Lightroom. Далее – процесс сортировки фотографий. Пятый этап – это базовая цветокоррекция фото. Шестой пункт – это инструменты более детальной цветокоррекции и стилизации фотографий. Далее – работа с пресетами, а именно этапы их создания и использования. И восьмой этап – это экспорт фотографий, конвертация их в другие форматы, а также работа с размером фото. Перед тем, как перейти к следующему этапу видео, я хочу пригласить вас на свое обучение ретуши и цветокоррекции. Там вы комплексно изучите всю теоретическую базу, а также сделаете много интересных теоретических заданий для лучшего усвоения информации и для создания первоначального портфолио. Ссылку на обучение вы найдете внизу под видео. Третий пункт, который мы сегодня рассмотрим – это основа фотошопа. Фотошоп, как и Lightroom, достаточно объемная громоздкая программа, и к ней следует немного привыкнуть. Перед тем, как начать ретушировать фотошоп, следует изучить базовые настройки и функции, которые понадобятся вам при ретуши. И в первую очередь следует изучить панель инструментов фотошоп, а также настройки этих инструментов, которые нужны для ретуши. И инструменты, о которых идет речь в первую очередь, это кисть, микс-кисть, штамп и точечная восстанавливающая кисть. Далее нужно будет разобраться, как работает пластика, размытие по гауссу и другие фильтры. Также я рекомендую сразу же начать изучать и использовать быстрые клавиши фотошоп. А так вы упростите вашу работу. Также, если вы точно решили заниматься ретушью, я рекомендую вам приобрести графический планшет. С помощью планшета вы сделаете вашу работу намного быстрее и комфортнее. На эту тему у меня есть отдельное видео, и ссылку на него я укажу внизу под видео. И если совсем тезисно высказаться о планшетах, то вы можете брать самый простой и бюджетный планшет, потому что необходимая ретушеру функция планшета есть в каждом планшете. Это чувствительность к нажатию пера. Я, например, уже несколько лет пользуюсь небольшим планшетом под названием Wacom One. А теперь мы подошли к четвертому и самому важному пункту. Это работа в фотошоп. И какие же этапы нужно будет изучить здесь для успешной работы ретушера? Во-первых, это работа с кожей лица и тела при помощи частотного разложения и dodge and burn. Далее работа с деталями, например, с глазами, губами, бровями и так далее. Третий пункт – это работа с пропорциями лица и тела в пластике. Четвертый пункт – это работа с одеждой. Пятый пункт – работа с задним планом фотографии, удаление предметов, создающих визуальный шум. Шестой пункт – это усиление резкости фотографии и отдельных ее деталей. Седьмой пункт – это цветокоррекция фотографии. И восьмой пункт – это работа с экшенами для ускорения ретуши. Тоже очень хорошая функция, которая позволит вам работать быстрее. И внизу под видео вы можете ознакомиться с моей панелью для ретуши, которую я использую для ретуши каждой своей фотографии. И пятый важный пункт, который мы рассмотрим сегодня – это продвижение своих услуг и поиск клиентов. Это важный пункт для всех фрилансеров и его следует также внимательно развивать. Давайте я тезисно расскажу, на какие пункты я бы сделала упор. В первую очередь, по моему мнению, важна работа с имиджем, репутацией и умение вести диалог. Этим моментом я бы рекомендовала уделять внимание с самого первого дня вашей работы, потому что вы теперь представляете себя как маленький бренд. И со временем ваш маленький личный бренд будет работать на вас. Второй пункт – это красивое и цепляющее портфолио. Второй момент – это красивое и цепляющее взгляд портфолио. Именно благодаря вашему портфолио ваши клиенты будут находить вас самостоятельно. Третий пункт – это создание классного оффера в сотрудничестве. Этот оффер вам понадобится в тех случаях, когда вы будете самостоятельно искать себе клиентов и отправлять им свое предложение. Четвертый пункт – это работа над вашим личным брендом и присутствие в различных соцсетях. И пятый пункт, который я хочу отметить – это то, что к вам будут притягиваться люди с похожим на ваше мировоззрение. И это уже не раз проверено мной на практике. Это очень приятный момент, потому что именно с такими похожими на вас людьми вам будет комфортнее всего работать. Поэтому чем больше вы проявляетесь в соцсетях, чем больше отражаете ваши ценности и интересы, тем больше ваших клиентов вы к себе притянете. Поэтому помимо рабочего контента я рекомендую также обязательно публиковать свой личный контент. Хочу отметить, что продвижение и поиск клиентов – это не такая однозначная деятельность, которую можно четко выстроить по какому-то алгоритму. И у разных людей выстреливают разные каналы продвижения. Поэтому важно присутствовать как можно в большем количестве социальных сетей и тестировать разные виды контента. Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. И понимание профессии ретушер стало чуть более структурированным. Если видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь и до встречи в следующих видео.